Игромания представляет С опережением на 4 дня на PlayStation 4 вышел фантастический боевик Quantum Break Новая игра от Remedy довела до совершенства механики, экспериментировать с которыми начали еще в первом Max Payne В ходе экспериментов с машиной времени все пошло наперекосяк, и мир оказался под угрозой уничтожения из-за временных аномалий Только главный герой, у которого открылись суперспособности, может остановить хаос и бросить вызов зловещей корпорации На Xbox One и PC игра выйдет, как и запланировано, 5 апреля, а рецензию на нее уже можно почитать на нашем сайте Вторая часть StarCraft получила дополнение, озаглавленное Nova Cover Tops Его действие разворачивается спустя несколько лет после окончания основной игры Главной героиней выступает агент Nova из отряда призраков, который предстоит расследовать исчезновение нескольких членов подразделения В нашем распоряжении окажутся новые боевые единицы, а старые обретут дополнительные умения На персональных компьютерах вышло приключение Adrift, где действие происходит на полуразрушенной космической станции Мы выступим в роли астронавта, который пережил катастрофу и остался наедине с безжалостным космосом Бороться за выживание и искать способ вернуться на Землю предстоит в условиях невесомости Игра поддерживает шлем Oculus Rift и впоследствии должна появиться также на консолях нового поколения Спустя полгода после релиза в родной Японии ролевая игра Knights of Azur добралась до прилавков западных магазинов Она рассказывает о приключениях женщины-рыцаря Арнис и ее подруги-священницы Лилис Которые призваны спасти прекрасный остров от оккупировавших его демонов Увидел свет олдскульный ролевой боевик Hyper Light Drifter На создание которого пользователи пожертвовали более 600 тысяч долларов Вместо запрашиваемых разработчиками 30 Мы отправимся в путешествие по пережившему катастрофу миру И попытаемся найти лекарство от недуга, поразившего главного героя В борьбе с армиями монстров ему поможет энергетический меч, созданный еще до крушения цивилизации На консолях нового поколения вышло HD-переиздание Resident Evil 6 Кроме улучшенной графики, оно включает в себя все дополнения, выпущенные для игры В Стиме вышел двухмерный боевик Trial by Viking, навеянный бессмертным Метроид В роли посланца самого Одина мы будем исследовать 9 миров из скандинавской мифологии Сражаться с чудовищами, искать сокровища и разгадывать всевозможные загадки На пятую ступеньку рейтинга мультиплатформенных проектов опускается Call of Duty Black Ops 3 На днях в сети появились слухи, что новая часть франшизы отправит игроков в далекое будущее На четвертой позиции дебютирует Dark Souls 3 Пока что игра стартовала только в Японии, где за первую неделю разошлась тиражом свыше 200 тысяч дисков До всего остального мира новинка доберется через две недели Третья строчка остается за Far Cry Primal Суммарный тираж ожидаемо превысил 2 миллиона копий Серебро вторую неделю подряд завоевывает EA Sports UFC 2 Продажи файтинга оказались даже лучше первоначальных смелых ожиданий И уже приближаются к отметке в миллион экземпляров На вершине хит-парада остается Tom Clancy's The Division По уточненной информации, за три недели с момента релиза в рознице разошлось более 5 миллионов дисков Благодаря очень богатой на новые релизы недели в японской игровой индустрии В пятерке эксклюзивов хватает изменений Не выдержав конкуренции с новичками, Fire Emblem Fates опускается на пятую ступеньку и замыкает группу лидеров На четвертую строчку опускается чемпион прошлой недели The Legend of Zelda Twilight Princess HD Продажи игры вот-вот перемахнут за миллион экземпляров На третьей позиции стартует Хацун и Мику Project DivaX Новая часть популярной серии музыкальных игр дебютировала в разы хуже предшественников Poken Tournament сохраняет вторую строчку Игра смогла хорошо стартовать не только в Японии, но и во всем остальном мире А на первой ступеньке дебютирует Dragon Quest Monsters Joker 3 За первую неделю в стране восходящего солнца разошлось почти 370 тысяч картриджей Довольно внушительный результат, особенно если учесть, что игры с заголовком Dragon Quest выходят в Японии чуть ли не каждый месяц Однако по сравнению с предыдущими частями Джокера, третья ощутимо просела в продажах На этом всё Играйте только в лучшее! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова